что друзья всем привет эх весна конец сезона снег потихоньку тает солнышко все ярче и пора подвести итог сезона эксплуатации моего буксировщика а точнее мототолкача ураган тайга 2000 прослужил он мне верой и правдой побывал в различных ситуациях поэтому я расскажу сейчас о недостатках особенностях достоинствах плюсах но сразу же хочу остановиться что данный вариант техники экспериментальной фирма ураган постоянно усовершенствуется что-то придумывает это конечно же всегда респект вот и в данном случае они изобрели вот такую-то огромную я бы сказал даже просто длинную модель с гусеницей 2 метра то есть общая ее длина почти 4 метра с грубейший просто протектором бобр а там бауэр по моему по-английски название самый сильный двигатель китайский он кстати вы довольно таки легкий если сравнивать допустим с аналогами 18 лошадиных сил вот тоже есть несколько нюансов по двигателю в общем все сегодня покажу расскажу объясню что доделал что переделывал и сразу же то есть поняли да то есть это экспериментальная техника не нужно все недостатки и особенности там управления сваливать на всю фирму это просто обзор именно данной модели данной экспериментальной модели которые по моему единственным экземпляре существует вот второе на чем хочу остановиться это насчет тех же самых недостатков которые были обнаружены они в ходе моей эксплуатации менялись и вносились коррективы во всей серии во всем производстве то есть в принципе и была достигнута основная цель то что мне дали экспериментальную модель чтобы как раз и выявить вот эти вот недостатки поэтому тоже не надо не нужно думать говорить вот там одни недостатки там говно там и так далее нет наоборот все что было выявлено устранялась кратчайшие сроки и даже сейчас трудно говорить называть какой-то недостаток ведь он уже давно допустим еще в начале сезона устранен благодаря там допустим моему замечанию или замечанию других ну в общем поехали вот такой жесткой упаковке пришел буксировщик нормально так пути ничего не поврежден мощь ок это вот сани передняя и задняя волокуша тут и руль сразу все в комплекте в общем еще бы будет предстоит мне собрать все это итак друзья начинаю сборку этого конструктора потому что все в принципе по частям кстати отдельно отдельный респект это за упаковку все тщательно вот всякими поролонками пенопластом картоном обложено ничего не поцарапано вообще отлично и что мы имеем значит сам буксировщик вот он это такая рама которая идет на передние сани волокуша вот они с рулем сейчас будем ставить два бокса это на пока на не будем ставить для для шнеков буров стекло сидение еще в комплекте шли у меня волокуша вот такие сидушкой ну и дышло к нему также в комплекте было вот такой сверток в нем находились троса разные запасные части так понимаю десицит и свечи свечной ключ ну и самую главную инструкцию по которым мы сейчас будем разбираться это для него круто это для него очень круто не но это очень круто для него сегодня без разгона тут вообще вопросом начал порвать не хочет здесь легко а вот это танк двигателя довольно таки такой тяговитый 4 тактный вот он regma принципе хорошо за себя зарекомендовал как часы заводится в морозы я прошлом видео рассказывал как я сделал прибру приблуду для того чтобы в морозы запускать то есть такой специальный тоннель для доступа теплого воздуха вот можете посмотреть там сейчас я поставил обычный короб вот на воздушный фильтр вот то есть сейчас уже хорошие температуры и такого подогрева не требуется вот поэтому там либо заслонку ставить но в данном случае у него производитель прислал новую вот она без отверстия вот этого для туннеля вот я его поставил весной нормально что друзья пришла посылка были вообще махом не доставили прям спустя неделю после выхода видео где показано разные замечания значит стекло теперь ветровое значит усиленно стала в два раза толще по моему три миллиметра это очень хорошо теперь не будет я думаю ломаться и гнуться на ветру что самое главное вторая сидушка это я думаю делать могут толкать с моим сидением чтобы можно было двоем ехать лимень вариатора запасной прислали главная проблема это с ручными стартерами я уже два пол поломал и вот это сказали усиленный что тоже отреагировали на мои замечания должно быть усилен но не знаю проверим проверим значит здесь так как я там пересверлил мне комплект тут положили в двигателе воздушный фильтр здесь внутри и корпус от него ну то есть я его не буду переделать под зиму это у меня будет летний вариант когда будет уже тепло где не нужно будет обогревать теплым воздухом воздушную топливо воздушную смесь вот то есть станет это у меня для весны здесь дополнительная защита немножко я поломал когда по торосам гонял также поломалась еще защита цепи нижняя вот тоже я смотрю несколько штук даже не положили значит это запасная пришла значит задний брызговик рвался теперь материал стал прям мягенький такой хороший прям вот уже молодцы отреагировали и я говорю что жесткий был амортизатор передний они мне комплект дали в итоге 3 видимо чтобы я заменил еще и основную подвеску 260 вот то есть у меня будет сейчас помягче и передняя будет передняя вилка будет ходить плавнее главным значит минусом было это неприятность такая многие помните по моим видео это что что сломался сломала скрепление держателя тросика газа поломался снегоходу поломка не сильно просто-напросто вот этот штук которую держит тросик газа обломалась и мы соответственно не можем никак заклипать и просверлить отверстие вот и и прикручивать сюда поэтому мы сейчас делаем здесь отверстие чтобы как-то зафиксировать тросик чтобы он мог нормально функционируется работа рождилов пять минут сейчас сделаем и поедем не только у меня это случилось по-моему нескольких тоже людей у которых есть такие двигатели вот ну китайский двигатель понятно какой-то элемент обязательно что-то будет косячить сразу же устранили отправили мне специальный переходник пришлось конечно мне там немножко на колхозе дина во время рыбалки но этого стоило уехали на хорошую рыбалку от рыбачили все нормально вот производителя сейчас делает такие вот переходники вот вот такой комплект теперь идет ставят на все эти двигатели то есть 10 из нормального металла крепкого сделан этот уголок который уже точно не сломается фиксируется в штатные места ну ништяк запасной замок тоже у меня цепи обрывалась положили в запас постоянно все меняется вот а так в целом двигатель работает обалденно значит сразу скажу бак 6 литров хватает где-то на 33 35 километров в таком в среднем снегу понятно если будете копаться в глубочайшем там на больших оборотах там идти будет больше нам допустим раз вот ну сами посчитайте 6 литров на 35 километров второй косяк у двигателя это ручной стартер что у меня на том и китайцы эти ручные стартера летели хорошо что продаются в любом магазине вот такие вот но они тоже сладенькие они для бензокосилок или там генераторов чего они подходят вообще копия вот но у них вот пластик вот этот вот разлетается тоже если постоянно запускать почему я пользовался ручным стартером но во первых это удобно вот а во вторых аккумулятор частенько у меня садился то я подогрев ручек забуду включить помните да у меня подогрева ручек фары тут прикуриватели там все это и имеется вот и аккумулятор постоянно садился чтобы достать этот аккумулятор нужно отвинтить раз два три четыре по моему четыре или пять винтов довольно таки длинных они находятся вообще в очень таких недоступных местах это честно говоря вообще геморро и вот как рекомендация сделайте какие-то застежки на вот защелки типа может быть вот таких вот которые вот здесь вот находится на на кофре чтобы этот капот быстро скидывал скидывался потому что аккумулятор там что-то поменять там вариаторный там вариатор проверить там как у меня там допустим реверс там масло там бежит не бежит там двигатели что-то посмотреть проводку вот приходится вот эти вот болты вот они вот здесь вот если в доступном месте да то вот этот вот этот винт вообще очень тяжело вкручивается он во первых там не попадает в пазам в общем моя рекомендация производителям немножко как бы придумать может какие-то защелки крепления я понимаю что вибрация понимаю что для надежности это все сделано ну блин мне кажется нужны замки вот потому что я уже подумывал ставить выходные такие выходную такую проводку от аккумулятора чтобы заряжать его там допустим в гараже потому что блин постоянно снимать нести домой потом опять ставить это все вот в общем поэтому час пользовался ручным стали стартером и сейчас мне я наверно штуки два или три купил то что один поставил сломался второй поставил сломался и вот сейчас прислали родной от вот видите ерма 460 якобы усиленный насколько это якобы точно я не знаю проверим мы в ходе эксплуатации вот посмотрим остальное по двигателю все нормально без замечаний минус 40 запуск минус 30 как часы все работает нормально мне нравится 4 так ник чистый бензин осуществляем запуск сейчас мороз небольшой 30 ничек включаем и начинаем считать нас довольно ховарно это вот здесь вот на полянке так более-менее так припекло нас прям хорошо держит но есть вот моменты где вот приходится вот так вот уходить вот а в лесу еще бодрее главный может сказать недостаток а точнее даже особенностью именно данной техники является такая специфическая специфического управления потому что ты находишься вне блока кстати и преимущество в том что не нужны права документ так как это не снегоходная тема техника потому что седок водитель находится вне движительного так сказать блока вот этого движительно гусеничной системы вот поэтому права не нужны согласно законодательства и это рождает следующий как будто не то что недостаток а особенность управления что ты сидишь в своем месте ноги у тебя упираются ну специально такие профили получается основной центр тяжести находится сзади и так как жесткая идет сцепка с помощью дышла и сиденья водителя то соответственно несмотря на то как впереди у тебя какие там изменения так сказать снега либо там какая-то бровка все равно будут создаваться такие движения какие удобные гусеницы то есть как гусеницы удобно повернуться допустим у нее там какой-то уклон есть то и тебя будет соответственно бросать независимо от того под каким уклоном находится сани вот это немножко непривычно то есть у тебя был сначала уклон один ты едешь потом раз он резко меняется у тебя гусеница еще не успела встать в нужное а сани уже находится на другой другой периферии и вот это конечно неудобно потому что тебя начинает шараханье но ничего но основной конечно же не то что недостаток а такую особенность эту валкость мне вот не понравилось что иногда конечно он заваливается особенно в глубоком снегу я один раз ездил но там была конечно же моя вина потому что я неправильно загрузил кофр кофр довольно таки огромные у меня еще тогда были держатели ты сейчас снял шнека держатели и неправильно был размещен внутри груз соответственно центр тяжести сместился в одну из сторон и началось вот это вот постоянно крынящий момент тут едет нормально начинает хрениться и все у него центр тяжести смещается и он так дальше дальше тянет тяги и тянет и в итоге затягивает высоко и положение и приходится убирать снег наступать ногами я покажу только так но это ненадолго вот эта степень валкости зависит от нескольких факторов это конечно не снегоход где расставлены лыжи широко и он как бы не так валится здесь более узкая техника даже несмотря на то что сани довольно таки широкие воздействие весовое воздействие не такое значительное как допустим весь двигатель с гусеницей а гусеницы всего лишь навсего 50 сантиметров относительно вот этого длины огромнейший в два метра и довольно таки высокой ну вот я ехал след и как только есть какой-то уклон то гусеница вся вместе с двигателем корпусом начинает кренить надо заранее как-то выбирать конечно же на любой техники снегоходной нужно балансировать свое положение меняет общий центр тяжести с помощью смещения тела в том числе и на снегоходах есть такая практика где там особенно на горниках прыгают там с одной подножки на другой здесь такая тоже особенность это то что ты находишься как в заключении то есть ты сидишь в замкнутом вот этом пространстве и особого вот воздействия обычным таким смещением не получаешь только нужно смещать полностью тело там допустим начинаем уже реагировать другую ноги у нас зафиксированы может сказать серона в одной точке а тело приходится смещать это при балансировках не совсем удобно вот чем допустим на снегоходах где ноги расставлены допустим широко до перекладываешь вес на одну из ног управлять вот в этом как бы есть такая особенность и конечно же для таких вот как у нас рельефов нужно конечно 60 гусеницу обычную от тайги чтобы двигатель был максимально низко вот и соответственно валкость была меньше ну и если вес как у меня допустим под 75 килограмм то его конечно же недостаточно чтобы как-то компенсировать вот эти вот моменты опрокидывания сейчас кстати гусеницу делают точно такую же мощную но разрезную и ширина получается 60 вот это уже я думаю нормально и производитель говорит что лучше стали центровать двигать то есть двигатель стал более центрован ниже вот и гусениц шире вот это мне кажется вещь потому что протектор грубые прям вообще отлично старые наброды косули 4 лёжки поймет ее вот что я говорил вот там самое коварное условия вроде на стол он проваливается завтра а дальше дам крупа просто такая крупа дважды попадал в ситуацию где как раз вот этот независимая подвеска до что гусеница отдельно от сидений двигается не совсем было в на коне так сказать потому что допустим чтобы переехать какое-то дерево она просто-напросто гусеница это упирается то есть нет отсутствует передний угол атаки с одной стороны это сделано логично чтобы сделать его ниже тем самым избежать вот эту валкость вот то что дополнительный угол атаки спереди который как бы и позволит преодолевать такие бревна как вот здесь вот находится вот здесь его нет второй случай у меня был это когда я провалился в полынью чё чуть не утонули блин капец офигеть офигеть вот это лед ни хрена себе чуть не утонули бляха муха чуть не утонули из глубина на 15-20 как у нас проскочили а смотри все глубина а то есть я ударил а я не почувствовал я знал что хотел посмотреть летел но а я получается очень тонкий лед раз пробили чуть-чуть второй раз сильно глубина здесь офигенно посмотреть трясется дара и я в тот момент подумал а если произойдет так что я бы двигался на маленькой скорости и вот этот эта гусеница попадает под лед и просто ебу поперек и загнул или как там произошло бы но благодаря большой скорости конечно все получилось многие советуют фиксировать дышло на за за корпус и получается тогда снегоходная такая у нас схема где жестко зафиксировано место где сидишь и сам двигатель на гусеничный блок вот так что я думаю есть свои плюсы свои минусы сейчас вот допустим лежит дерево да и потихоньку плавненько посмотрим как будет работать гусеница потому что я уверен что она будет стыкаться вот если я не не проломаю нас то может быть она и переедет данное бревно вот а если сломать нас то он просто-напросто упрется в дерево я подал такой случай помните есть у меня видео я подкладывал деревья там какие-то ветки палки чтобы как раз плавненько вот переехать чудо подобное бревно сейчас попробуем а и и и и и и и а если сломать вот этот нас то и вот так вот поехать то гусеница тупо просто воткнется и это чревато таким резким торможением и даже падением по пухлячку где вот такие вот навалены ну стою как бы довольно таки так напряжен демонстрация независимая подвеска а и а и а Можно бороться на бревно. Из-за того, что перепрыгивал через бревно, гусеница пробила наст. И сейчас посмотрим, как этот наст будет переламывать. Потому что самое трудное выбраться из проломленного наста. Специально углубим чуть-чуть. Вот так. Вот. Все. По чесноку было. Еще минус в том, что... Не знаю, что за регулировки здесь, но запускаешь, и толкач начинает ехать. Повышенные обороты пока не будут регулировать. Так. Пробуем. Тихонечку газуем. Ломает, ломает. О, выхало. Все, выхало. Вот, кстати, наверное, будет на камере видно, что как протектор этот врезался и хватал, и прям двигатель вытащил. Потому что понятно, что нет угла атаки, но все равно вот это закругление есть, которое позволяет ему хватать. Однако, был бы, а если глубже нас, то, не знаю, может быть даже сложнее было бы выбираться техники. Ну, не знаю, поищем сейчас, может, место такое найдем. Ну, нормально, выбрался. То есть, я думал, будет так копать, копать. Нормально. Ну, и говорить, конечно, что отсутствует угол атаки полностью неверно. Потому что, если мы посмотрим, вот основная, основная вот этот вот ролик, он находится выше, чем уровень склизов. То есть, есть немножко вот этот вот подъем, незначительный, незначительный, ну, как незначительный. И вот в таких местах довольно-таки значительный. Вот, так что немножко уголок все равно присутствует. Плюс закругление самого этого ролика. А вот задний ролик, он уже на уровне склизов идет. Вот, а вот это вниз немножко опускается. На обзоре было видно, что у меня отсутствовала вот эта резинка, потому что она была некачественная, вся поломалась. И вот мне пришла на замену вообще такая мягенькая. Ну, заклепочками поставил. И вот брызговик теперь у меня нормальный. Вперед-назад, ничего не мешает. Во-первых, не летит в сани никакая бяка, не налезь, ничего. Вот, а во-вторых, при заднем уходе он не подворачивает сюда под гусеницу. Вот, это тоже был недостаток, тоже все устранили. У меня были шнекодержатели, а вот эти были прикручены стандартно. Вот, пришлось у меня делать воскрепление. Ну, я один пока зафиксировал одного достаточно. Замок сместил, потому что было неудобно замком работать, когда здесь шнекодержатель находился. Вот, крепление шнекодержателей. Так, ну, в общем, как я и говорил, что нифига, нифига не проваливается. Нифига не проваливается, но едет. Хорошо, едем дальше. Еще был недостаток, что я расфигачил защиту цепи. Не стал я делать, но мне пришла вот эта вот пластина. Передача нет, а, цепь порвалась. Цепь, цепь, цепь. Где цепь у нас? Вот она. Так, у нас летела. Пишите, на бальдина поломала защиту и слетела. Ну, у нас дальше не будет льда, я думаю, не будет слетать теперь. В общем, этот недостаток, он есть у всех мотобуксировщиков, которые существуют, у которых есть вот внешняя звезда. Потому что она подвержена влиянию внешних факторов, такие как удар в бревна, в лед. А в тот день я эксплуатировал технику в очень жестких условиях, было огромное количество торосов ледяных. То есть ледяные торосы, они достигали до полутора, до двух метров, вот такие вот. Но мы выбирали более-менее нормальные участки. И благодаря узкой ширине мотополкача, в принципе, удалось проехать к месту рыбалки и вернуться обратно. Однако, в трома попадались довольно-таки мощные такие лездины. Весь буксировщик прыгал, мы там прыгали, у меня товарищи сзади. В общем, вообще жесть была рыбалка. И вот, в общем, несколько ударов, конечно же, пришлось на цепь. И цепь, по-моему, на замке у нас разомкнулась. Но это ничего страшного, потому что в комплекте с мотополкачом идет запасная цепь. У меня два запасных замка есть для цепи. Так что быстро устранили на месте, ничего в этом страшного нет. Но те условия были крайне серьезные для такой техники. Ни один снегоход туда не пробирался, в те места, потому что он там просто лыжи поломает. Да и у него шире получается, более большая ширина. Соответственно, протиснуться между льдинами не совсем у него могло получиться. У нас все нормально вышло. Она чуть-чуть повредилась, чуть-чуть ее сточила в этом месте. Не стала менять. Тут надо высверливать эти заклепки. Ну, обязательно займусь перед сезоном следующим. А вообще цепь меняется раз в сезон. То есть она растягивается постепенно. И чтобы зубья не стачивались, каждый сезон одевается новая. Так что отходило зубья, все нормально, не точится, ничего. Успокоитель все нормально, тут отрабатывает как надо. Значит, было несколько замечаний по ветровому стеклу. Во-первых, на первых поездках ощутил, что оно немножко слабовато. Немного! Потому что, ну, сами видите, да, это за счет того, что есть резинка. Вот эта резинка слетала постоянно. Она была, по-моему, зафиксирована в двух местах. И все, она постоянно слетала. На видео у многих она слетает. И вот простым решением, то есть просверлил отверстия, взял маленькие стяжечки. И все надежно, на века. Испытания проходили без ветра, поэтому на максимальной скорости его не гнуло. Я когда выехал первый раз, поехал против ветра, у меня сразу начало вот так вот изгибаться оно. Вот так вот чуть ли не гнуться. Вот, поэтому я сразу же сказал, что нужно либо толще делать, либо вот это закругление больше делать. Ну, они сделали толще. Мне сейчас пришло стекло уже более толстый, но я просто его еще не поставил. Вот. Стекло это у меня разбивалось, когда мы перемещались. Минус 40, минус 30 была температура. И, вы знаете, я перевожу на прицепе буксировщик. И он у меня постоянно гнулся на морозе и поломалось. Такие же поломки были у меня во время падения. Один раз тоже была температура минус 30. С толстым стеклом, я думаю, это не должно произойти. Ну, вот пока тепло, оно вообще, ну, не ломающееся. Ничего. Вот, может быть, на следующий сезон уже поставлю. Уже потолще стекло. Фара отлично работает. Кто-то мне высказывал замечание, что типа, светит плохо. Не знаю, мне достаточно. Я перемещался. Все мои перемещения, в основном, на рыбалку с рыбалки, происходят в сумерках, либо ночью. Фара довольно-таки хорошо помогает. Не знаю, мне понравилось. Вот, возможно, можно пару и лучше какую-то поставить. Но мне пока достаточно. Также я думал, что для того, чтобы его сильно не гнуло, может быть, уменьшить площадь. Но все-таки вот перемещаясь по вот такому густому лесу, и особенно в холод, когда ветрище фигачит, все-таки нет. Ширина нормальная, оптимальная. И защищает и руки. Немножко идет, как бы, обтекание воздуха. Я считаю, что размер подходящий. Ну, просто вот, ну, сейчас вот, надо поставить, будет толстый, толстое стекло, посмотреть, как оно будет. Но этот был хребковато. Ну, вот, возможно, стекло устраивает. Я не говорю, что это вот прям все, недостаток все. Для кого-то может быть перемещение по тайге более 20 кг в час, ну, им это не надо. Вот. Я же на водохранилище шпарю под 40. Косуля проваливалась, шла. Вот что ни говори о достоинствах, проходимости, там, мощи и вообще, что выполняет там свой функционал, все, конечно, можно долго рассказывать. Но основной, конечно, недостаток это его габариты. Ну, просто огромный. Он, конечно, уже не вкладывается в те размеры, которые можно загрузить в обычный автомобиль, чтобы приехать на рыбалочку. Достал из машины, сел и поехал. В данном случае огромное, практически так, это если 2 метра, то еще 1,5-3,5 метра вот этот мотопоезд просто требует, конечно, перевозки в прицепе. Хорошо тем, какого находится частный дом там у леса и рядом с местами, куда нужно ездить. То есть выехал там из двора и погнал. Я же живу в городе Миллионники, приходится перемещаться. К местам отдыха. И поэтому вот перевожу его в прицепе. Единственное, это отстегиваю. Ну, можно, конечно, не отстегивать. Я пару раз перевозил. Вот так вот складывал просто. И у меня как раз 3,40, по-моему, прицеп. Вот сюда упирается. И его пожаловало. То есть получается довольно-таки большой размер, довольно-таки тяжелый. То есть если он застрянет в снегу и нужно будет его как-то там вытаскивать, приведется, конечно, попотеть. Но этот раул лучше, чем буран, допустим, который весит в два раза больше, живет бензина в два раза больше и так далее. О, кстати, видно, как эти царапки работают. Вот прям, видите, полоска от царапок. Вот они, когда едут, создают вот эти вот... Смотрите, брызгает, как снег. Минус перевозки, но плюс, допустим, для проходимости в глубоком снегу. И ездил я, даже не замечал, что есть наледь. И только потом мне рассказывали, что кто-то там на снегоходе там замучился, копался. Эти буксировщики, они едут поверху этой наледи, и ты даже не чувствуешь. Единственное, когда возвращаешься обратно, видишь, что пятно там мокрое, что там, оказывается, наледь была. На предыдущем снегоходе я мучился, потому что жопа проваливается. Я мучился, что в данных местах, когда проваливается наст, и он не может выкрапываться наверх. Что в наледи, то же самое. У него жопа проваливается, вся гусеница забивается мокрым снегом, а если минуса, это все начинает замерзать. Здесь схема выполнена очень просто. Очень мало вот этих вот перегородок, которые мешают, допустим, чтобы очистить гусеницу. Ну и сама гусеница не забивается, потому что есть самоочистка. Это вот такие вот поперечины стоят. Я не знаю, можно ли это говорить, потому что многие вещи в конструкции запатентованы ураганом. И конкуренты там любят что-то подсмотреть, сделать так же и так далее. Ну это пусть их на их совесть. Ну в общем здесь мало того, что очищается гусеница, даже если она забилась, ее легко будет очистить. Большие габариты диктуют и еще один такой недостаток, это в маневренности. По маневренности вообще это целая наука, она зависит от огромного количества факторов. Это и внешнее воздействие, какой снег, даже какого веса сам седок и как он давит на сани. Вот, сейчас мы замерим, допустим, вот наст, сцепление с льдом, я бы даже сказал слабое, потому что когда мы в пухляке, там воздействует и боковое сопротивление, саней, которые провалились в снег, и конечно же он разворачивается лучше. Бывают случаи, когда голый накатанный снег, там работает вообще только один конек центральный, там всего один конек. Я хотел ставить два конька, вот так вот, но он говорит, тогда будет давление распределено на две опоры, и будет не так, ну, ничего не выиграешь. Гораздо лучше наточить вот этот конек, как коньки точат на фигурном катании. Кто-то советовал сделать вот такую насечку дополнительную посередине, чтобы дополнительно было вот это сопротивление. Кто-то говорил вообще приварить пластину, но нужно не забывать, что если мы наварим пластину, то в некоторых условиях у нас будет очень сильно загибать, очень сильно поворачивать сани. Допустим, вот так вот повернулись они, да, случайно, у нас будет дальше воздействие, у нас ноги-то находятся в санях. Поворот, и эта пластина будет способствовать еще большему повороту, а нога-то у нас вот где. Степень разворота зависит от длины буксировщика, от веса, которое, ну, сколько тут груза наложено, чем больше, тем лучше, тем больше, когда у нас конек впивается, вот. И так как протектор грубый, высокий, такой довольно-таки серьезный, то, соответственно, развернуть на месте гусеницу становится довольно-таки сложно. И если сравнить радиус разворота обычной тайги и вот этого бобра, то у тайги, конечно, обычный будет меньше радиус. Потому что, ну, сравните, что мы пытаемся развернуть то, что цепляется хорошо и, допустим, то, что скользит. Конечно же, то, что скользит, будет легче разворачиваться. Вот. Так что, вот у гусениц тоже такая вот есть тенденция, что развернуть его на месте, сделать маленький радиус разворота гораздо сложнее. Еще в чем фишка, что мы не можем сделать вот такой вот угол и сразу же начать разворачиваться. Потому что вся энергия толчковая, то есть весь толкающий момент приходится вот сюда на руль, на руль, в верхнюю точку. А сопротивление, которое оказывает снег, который встается на пути, оказывает вот сюда. Ну что, давайте замерим радиус. Вот я стою, значит, наст, такой крепкий в основном воздействие будет сейчас от конька и вот этих вот полосок черных. Сейчас может снегоход побежать. Вот у него почему-то отрегулирован. О, видите, поехал. Вот, поворачиваю. Вот, видите, начинаю поворачивать. Вот, видите, он не поворачивает. Если сильно дать поперек, то он просто будет, ну, как бы, скользить, толкать, но эффекта нет. А вот если чуть-чуть меньше сделать, 45 градусов, он спокойно начинает уже разворачиваться. сейчас максимально пробую. Но в основном скользит, скользит. Вот, здесь зацепился хорошо. Ну, и вот, что мы получили в итоге. Посмотрите, там в одном месте хорошо зацепился и сразу же он пошел разворачиваться. Вот, видите, скольжение было саней. То есть, здесь снег такой, что сопротивление идет только за счет вот этих полосок и конька. Раз, два, три. три радиус, радиус три. Раз, два, три, четыре. Три с половиной. Ну-ка, так, радиус три с половиной метра. А так мы им побольше. Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, вот, друзья, получилось такой круг три с половиной на четыре. Ну, примерно в лесу будет, наверное, то же самое. Чуть-чуть, может быть, поменьше. Так, ну, показываем мягкость, мягкость передних саней. Врезался в дерево. разворачивался об деревья. Потому что нас такой, что вообще не цепляет ничего. То есть, сани получаются мягкие и прочные. Все выпрямилось. Все четко. прыганул. так, замер скорости. Скорость 1,2 41,2 Кто-то собирал шишки, что ли. Просился здесь вот прям ящик какой-то, потому что такое свободное пространство образовалось. Но в итоге мне этого ящика хватало головой, тем более я разгружал с помощью шнека-держателей. Ну, буры туда складывал, пешню. С санями часто ездил, соответственно, там товарищи, наложишь печки, дрова там и так далее. В общем, не было необходимости. Просто хотелось иметь маленький такой бардачок для, ну, быстро достать отвертку, допустим, или там пассатижи. потому что инструменты лежат на дне, чтобы была нормальная центровка. Вот. И чтобы из одной отвертки приходилось лазить, там все это доставать, ящики рыболовные там и так далее. Вот. Вот. Так что, может быть, что-то придумаю такой небольшой как бы бардачочек. Запасной тросик газа вот на случай перемерзания. Ну, сейчас, конечно же, не актуально. Мороза было такое, что немножко у меня сковывалось. Но мне Стас, напарник, помог, прошприцевал троса. И сейчас вообще никаких проблем. Ну, и морозов сейчас уже. Техника огромная, а едешь всего один. Поэтому в планах увеличения, опять же, блин, будет длиннее, но сделать здесь двухместный. То есть сделать дополнительную такую, продлить эту сидушку, вот, чтобы можно было ездить хотя бы вдвоем. Потому что если какой-то напарник просит со мной там на рыбалку или еще что-то, то приходится брать огромные сани, их там вытаскивать, в общем, гебра на это. Иногда надо съездить там, но ненадолго, и с этими санями неохота возиться. Вот, поэтому возможно сделаю модернизацию, увеличу сидение. есть там комплектация, где сидение впереди, по-моему, вот здесь где-то фиксируется. Ну, мне что-то кажется, расположение будет затруднять поворот. Хотя, с одной стороны, будет давление больше и эффективность поворота. Ну, просто вот управлять, когда впереди человек еще сидит, ну, не знаю, надо будет спросить, у кого есть такая компонент. Перед крайней рыбалкой подтягивал цепь. Здесь интересная такая конструкция, что цепь натягивается смещением всего двигателя, то есть ослабляются вот эти вот гаечки и двигатель прям двигается и натягивается цепь. Такое вот решение здесь недавно. Когда говорил насчет маневренности, то все-таки для тайги, конечно же, ну, я имею в виду для леса, обязательно, я думаю, иметь реверс-редуктор, потому что приходится иногда выполнять маневры с движением назад, и в том числе мне он неоднократно помогал. По-моему, 18 тысяч стоит вот эта опция, но я считаю, она очень важна. Хотя на водохранилище для рыбалки, где прямое движение, в принципе, можно без него обойтись. ну вот, хотел экшена, видимо, сейчас получу. Яма какая-то непонятная, вот он воткнулся в меня, и буду выбираться. сюда провалился, посмотрите, он режет и вылазит все равно как лесорубка работает. Назад чуть-чуть, а теперь вперед! вот это тема. Ну, вот здесь крупа, вот вся сложность нормально, специально засадил. Вся техника уникальная и особенная, и тут надо, конечно, адаптироваться к ней, но в целом неплохо. Амортизатор немножко грубоватый передний, можно сделать, я думаю, мягче, и будет и ход подлиннее, вот будет тогда вообще отлично. Ну, на жестких ударах, конечно, он работал, вот когда я по торосам ездил, он, конечно, отрабатывал нормально, но все-таки такое пожелание делать его мягче. Вот, наверное, и все, в принципе, все особенности, может быть, что-то еще вспомню, вот, все работает, все исправно, дорабатывается, эта техника, тем более, вот такая техника, которая произведена для условий там, Сибири, снегов, для проходимости, для грязи, там, и так далее, то есть, тут есть, в принципе, куда развиваться, что модернизировать, понятно, идеальную технику для всех условий, для каждого человека, ее просто не подобрать, и урагана, конечно, много разных вариантов, но в моих условиях, конечно, вот это вот, немножко большеватая модель, нет у нас столько снега, может быть, в этом году, это просто аномалия, что он и растаял, и сейчас у нас какой-то образовался, езди хоть на короткой базе, но мои все рыбалки, они в основном проходят, это перемещение по водохранилищу, где снега не так много, таежные рыбалки, где нужно пробраться по тайге, это обычно перемещение по каким-то зимникам, по уже пройденному путику, все равно, конечно, существуют условия, когда ты приехал после снегопадища, никто еще не пробил пути, и приходится вот тогда, эта техника будет выручать и показывать, конечно же, свое основное предназначение, как написано, для глубокого снега. Управление я сказал про сложность балансировки, что находишься вне основного веса, под каким-то плечом, и нельзя из саней никуда выпрыгнуть, максимум ты можешь сделать какие-то вот такие вот движения, но опять же, обычная эта балансировка, у нас совпадает с маневрами, где нужно разворачиваться, и одним рулем это сделать крайне тяжело, тем более, допустим, надо сместиться влево и повернуть вправо, и когда мы поворачиваем, у нас нога заходит в ту сторону, в общем, получается, не совсем это все корректно, удобно, особенность вот техники такой, вот сейчас, смотрите, буду запускать, поеду сейчас по гуще, и он, наверное, скорее всего, сейчас поедет сам, то есть регулировка постоянно, ну, плавающая, то он трогается, то не трогается, надо регулировать, сейчас нормально, сейчас никуда не едет, в следующий раз запущу, поедет куда-то, в следующий раз запущу, почему я смотрю на уменьшение размера, потому что, ну, я уже сказал, чрезмерная проходимость, очень большой запас, понятно, для особо глубоких регионов, с глубоким снегом, техника будет, конечно, на высоте, но мне достаточно будет и более короткой версии, значит, это связано с тем, что, ну, года идут, все-таки возраст, и тягать становится все тяжелее, такие бандуры, и хочется иметь универсальное такое, универсальное транспортное средство, чтобы оно было проходимо, чтобы оно было маневренное, расходовало немного бензина, четырехтактный двигатель, был довольно-таки тяговитый и мощный, то есть вот эта вот вся концепция хочется, чтобы была в единой технике, чтобы это желательно помещалось в мой прицеп без вытаскивания и лишних движений, там, снятие, допустим, саней, но хочется отметить самое главное, что основная цель была достигнута, и эта экспериментальная техника выполнила, в принципе, все задачи, главное, что мы, я выявил множество недостатков, и я думаю, производитель, он как бы уже учел их и внес коррективы, но я думаю, даже вот это видео будет просмотрено не раз производительными, и будут внесены какие-то, возможно, изменения в конструкцию данной техники, а возможно, когда вы уже смотрите это видео, они уже изменены, и техника стала еще более совершенна, поэтому я эксплуатацией мототолкача Ураган 2000 доволен полностью, выполнил все поставленные задачи, да, были косяки, были какие-то нюансы, но основной причиной то, что техника на этапе разработки, еще раз повторюсь, она экспериментальная, что стоят китайские двигатели, а на мотобуксировщика ставят все китайские двигатели, поэтому поломки, это не исключение, это, как бы, я бы сказал, даже закономерный факт, любая техника ломается, то есть, хорошо, что фирма растет, развивается, и хорошо, что дает возможность рыбакам, охотникам иметь вот такую технику, которая очень проходимая по глубокому снегу, у нас в этом году зима аномальна, снега мало, сейчас жара, блин, вот сейчас градусов, наверное, 5 тепла, нас такой, блин, что особо не покажешь достоинства техники, вот, но в целом все равно, как говорится, не пешком ходить, на этом мой отчет об итогах эксплуатации за целый сезон завершено, спасибо за комментарии, за лайки, за поддержки канала, дальше будем получать, возможно, какие-то образцы новой техники, я, возможно, буду сам что-то покупать, вот, обзоры вы обязательно увидите на канале, а также использование различной техники на рыбалках, на моих охотах, потому что техника связана всегда с нашими увлечениями, понятно, что будут и обычные рыбалки, где только есть удочка и поплавок, будут разные форматы на канале, вот, в данном случае это был короткий отчет об эксплуатации мототолкача ураган тайга, всем спасибо за просмотр, пока! Друзья, вы можете посмотреть другие видео на канале Сибири, не забывайте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, спасибо за просмотр, пока!